В конце 2000-х изобретатель-самодельщик Алексей Горгашьян из Петербурга разработал крайне необычный вездеход, главной особенностью которого стали шины сверхнизкого давления и уникальная пневмоциркуляционная подвеска. Как это работает? Все четыре шины связаны между собой воздушными каналами изменяемого сечения, которое можно регулировать. При наезде одного колеса на препятствие система равномерно распределяет давление между тремя другими. Благодаря такому конструктиву снегоболотоход готов преодолевать преграды высотой до одного метра, поскольку колеса, перед которыми находятся препятствия, способны сильно деформироваться. В частности, Шерп умеет выбираться из воды на лед. Опытный экземпляр вездехода купил украинский предприниматель Владимир Школьник и сразу решил наладить серийное производство подобных проходимцев. В 2012 году бизнесмен создал конструкторское бюро, а двумя годами позже начал выпуск машин. Выпускали Шерпы на двух предприятиях, сначала в Санкт-Петербурге, а затем и под Киевом. Но теперь, на фоне российско-украинского кризиса, господин Школьник запретил петербургскому отделению пользоваться патентами, техническими решениями и даже самим названием Шерп. Впрочем, несмотря на запрет, завод продолжает работу. Правда, для этого машине пришлось сменить название. Теперь разработка именуется Архантом. Вдобавок, компании пришлось искать новых поставщиков, включая производителя шин. Вместо японских двигателя и коробки марки Кубота, модель отныне оснащается неким литровым российским мотором. С ним состыкована не классическая механика, а клиноременный вариатор. А кроме того, в августе на форуме Армия 2022 под брендом Архант будет презентована совершенно новая базовая модель. Впрочем, новинка, представленная на рендерах, внешне здорово напоминает старый добрый Шерп. Она оснащается трехцилиндровым безнадувным дизелем корейской марки Дусан. При объеме 1,8 литра этот движок выдает скромные 55 сил. С ним агрегатирована шестиступенчатая механическая коробка, хотя ранее анонсировался вариатор. Очевидно, что экспорт новоиспеченным Архантом будет закрыт, но и в России есть достаточный рынок для подобной техники. Тем более, что модель подешевеет ровно вдвое. В планах завода продавать машины по 5 миллионов рублей вместо 10. Продолжение следует...